Так, всем здарова народ, вы на канале Арти И да, мы наконец-то дождались Это восьмой сезон Выходит восьмой сезон 26 января И 26 января мы увидим с вами Что? Мы увидим с вами Новый боевой пропуск Его разбор у меня есть на канале отдельно Можете посмотреть Будет также сезонный пропуск Это отдельно а-ля DLC Платная, в которую будут входить тысячи самоцветов Облик Анубиса, тот самый, который показывали на презентации Экран загрузки И звание Тиран Крайне советую вам его покупать Потому что он того стоит, как по мне Также выходит событие Рассвет Вавилона Она тоже уже есть на канале И самое основное и главное Чего мы так долго ждали Это новая карта Конквеста Блин, это просто очень круто Сейчас я хотел бы с вами все это обсудить Без подготовленного текста, чисто свои эмоции Многие их видели у меня на стриме, кстати Поэтому если вы не приходите на стримы Пора бы приходить на стримы И давайте обсудим карту восьмого сезона Блин, она просто божественная Мне очень понравилась Многие говорят о том, что визуальный стиль карты Хуже, чем у предыдущей Но, как я считаю Эта карта выглядит намного лучше Все эти камни Огромные деревья Проходы кажутся уже Но по факту сама карта больше Это очень круто Во-вторых, мне понравилась механика дверей Да, они сейчас на данный момент бесполезные То есть при выходе с базы Двери открываются Бла-бла-бла, все прикольно Но, что я считаю Это хороший шаг вперед Вносить какие-то механические моменты В карту Конквеста И в будущем В будущем То есть я считаю, что это задел наперед Так сказать В будущем мы можем увидеть и другие механики А может быть когда-нибудь мы дойдем До вертикальных, горизонтальных изменений Карты и сражений Конечно, вряд ли такое будет Но я бы хотел подобное увидеть Также на новой карте понравились Вот эти вот Те самые новые кэмпы Скорпионы Которые Большие Скорпионы Усиливают джангл бафы Это тоже очень важно И обычные Скорпионы Которые на линии То есть нам дойдут Опыт фармить гораздо чаще Чем мы фармили его в том сезоне То есть по факту Карта стала больше И теоретически игра должна быть затянута Но Скорпионы И другие кэмпы Они дадут нам больше опыта И соответственно Качаться мы будем быстрее И игра должна быть короче Чем была в том сезоне Соответственно Тут соблюдается опять Баланс Которые так любят хайрезы И так не любят игроки Которые играют в игры хайрезы Я хотел сделать подробный ролик Со всеми механиками Вот это обзор патча Но нет Я считаю, что интереснее Добавить каких-то живых эмоций В ролике Поэтому буду и дальше рассказывать Вот в таком вот порядке Также в восьмом сезоне Нам обещают реворк Самый главный реворк Который я считаю нужен Реворк будет Сабека Реворк Бастет Они действительно уже устарели Своими модельками Поэтому Ну концепт Сабека Вы уже видите Сейчас его нам уже показали Бастет не показали Также сообщили о том Что будут переделывать Локи Но это странно Потому что Локи уже переделывали Из вот этого чуда Вот у этого нормального Локи И снова его переделывают Это очень странно Еще Нам показали Затизерили новых Вавилонских богов Тиамата Гильгамеша Трейлер вы видите Сейчас на экране Пока я говорю Тиамат выглядит Просто эпично Особенно в трейлере В игре она будет Маленькая Размером с Кукулькана Но визуально Она очень круто выглядит Она будет призывать Миньонов Если не ошибаюсь Ну короче Забавный Забавный маг Тиамат Гильгамеша Будет воином Про Гильгамешу Толком ничего не сказали Но я думаю Он тоже будет Не менее интересен Чем Тиамат Также есть план богов Восьмого сезона Тоже вы видите Сейчас на экране То есть там нам говорят О каком-то призраке О каком-то божестве Который будет поддерживать Баланс В общем Поразмышлять можно Кто это будет Но сейчас я думаю Это не нужно Потому что Необходимо ждать Тиамат Необходимо ждать Гильгамеша Про карту мы поговорили Много обликов Новые боевые пропуски Я уже сказал Новые стартовые артефакты Это просто какая-то жесть Их во-первых Очень много Во-вторых Они прокачиваются На так сказать Финишной прямой На 20 уровне Только на 17 Прокачивается Артефакт Суппорта Если не ошибаюсь Стартовый То есть их уже По факту Можно назвать Не только стартовыми Потому что в конце Я не думаю Что кто-то будет продавать Учитывая их статистики И пассивные способности Стартовые артефакты Как я считаю Внесут вообще Очень большое разнообразие В билды То есть возможности Собирать разные билды Будет еще больше Но в любом случае Мета возьмет свое И будут пару изабельных Судя по презентации Я также понял Что Сидж и Клэш Будут объединены В одну карту Это будет новый Игровой режим Он также будет выходить В этом году И тоже я считаю Это крайне верный шаг Со стороны Хэрреса Потому что Ну по сути Ни тот ни другой режим Сейчас не популярны Там крайне мало Игроков играет И сокращать все-таки Вот эти вот режимы Нужно Почему я вообще решил Этот ролик записать Потому что В общем задают Очень много вопросов По поводу восьмого сезона И в целом Какое мое мнение Карта Конквеста Просто шикарная Визуально очень круто Очень плавный Мягкий свет Красивые цвета Мне нравится Вот это нагромождение Камней, деревьев Она действительно В каких-то моментах Кажется где-то узкой Где-то очень широкой Она больше стала Механически Опять-таки Эти двери Новые вот эти Мобы в джунглях Короче Карта Мне очень сильно понравилась Стартовые артефакты Иногда выглядят Дисбалансно Иногда более-менее Поэтому Надо дождаться Все это на лайв сервере Посмотреть на цифры Которые они решат Оставят И там уже делать выводы Тиамат Жду Карта новая Просто пушка Мы на ней уже поиграли Я возможно Запись стрима Оставлю у себя на канале Поэтому чекайте Мои другие видосы Ну и в целом Восьмой сезон Блин Он должен Привнести нам Много нового И я считаю Считайте что Новая игра Потому что Эти самые стартовые предметы Эта самая новая карта Сделают свое Есть также изменения В рейтинговом режиме Который меня Больше всего интересует То есть мы Не сможем теперь Получать или терять Больше 100 ммр За один матч В общем Они удалили Систему разброса И теперь не будет Вот этой цифры Когда ты играешь Вроде как В платине пятой Но у тебя Разброс 30% В одну и во вторую сторону То есть ты можешь Попасться Либо с какой-нибудь Голдой Или вообще Чуть ли не серебром По ммр Либо наоборот Играя в платине Попасть на какой-нибудь Даймонд И чуть ли не до мастерса Поэтому это тоже Положительные изменения Полный патч Я оставлю в описании Он полностью на русском языке Я оставлю вам оригинал На сайте Есть перевод Но он вроде бы Просто перезалитый В нашу группу Партнер Вк.ком Слэш Смайт Самая лучшая группа По смайту Не забывайте В целом Если у вас есть идеи Про что снимать Пишите комментарии Ставьте лайки И спасибо вам огромное За просмотр Субтитры сделал DimaTorzok